Привет, друзья! Мы в Египте, гостиница QueenSharp. Сейчас я вам покажу немного номера и дальше покажу территорию и все остальное. При входе есть такая вот древняя дверь, ключ старого образца, еще не карточка. Сразу здесь шкаф, курточки висят. В шкафу есть сейф. Есейф, кстати говоря, бесплатный. Готинец, как обычно, не несет ответственности за ваши вещи. Здесь туалет, биде. Есть зеркало такое, фен есть, кому это важно. Приборов никаких не дается, дается только вот такое мыло и здесь одно в душе. Такой вот здесь душ. Душ, кстати говоря, несъемный, не особо удобный. И вообще места здесь мало. Есть такая подсветка. Четыре полотенца дается. Ни тапочек, ни халат, ничего из этого здесь нет. Здесь у нас небольшой холодильник, бар, но он пустой. Двуспальная кровать. За отдельную плату мы доплатили 20 баксов. Изначально дают другой номер. Я дальше его покажу, расскажу. Там две маленькие кровати. Ну, в общем, там все по-другому. Плазма небольшая. Столик туалетный. Два кресла. Стол, на котором мы все размещаем, чтобы сохло. Телефон, связь с ресепшеном. Сквозная дверь, там соседи. Такие номера бывают. Розетка, если кому интересует, переходник не нужен. Розетки наши, стандартные. Ну, такой вот номерочек. Там у нас еще есть вид на бассейн. Такой балкон. Может покурить по сей день. За этот номер мы доплатили 20 долларов, чтобы был более-менее нормальный номер, нормальный постель и вид на бассейн. Доплатить 30 долларов, будет вид на море. Изначально бесплатно, хотя мы бронировали первую линию, но отель первая линия, но много корпусов. Есть дальние корпуса, сейчас пойдем покажем. У нас был первый этаж, не закрывалась дверь на балконе, замок был сломан. Первый этаж, не закрываются двери, это уже ни о чем, потому что могут ваши вещи украсть. Две отдельные кровати, что нам не подходило. Ну и номер более-менее постарее, чем этот выглядел. Сейчас подойду, покажу вам, какие там корпуса. Здесь минус первый этаж. Тут всякие магазинчики, можно приобрести сим-карту. Здесь сидит красавчик, вы его узнаете. Из песка делаете гурки. Вот здесь можно менять деньги. Доллары на их валюту. Ну, здесь всякого рода. Кстати говоря, Wi-Fi здесь плохой, только возле ресепшена, поэтому мы купили там сим-карту. За сколько мы отдали? 10 долларов. 10 долларов за 4 гига. Дальше там наверх поднимается ресепшен. Там наша гостиница, главный корпус. Изначально нас поселили туда наверх. Сейчас мы пойдем. Самый-самый верх. Вон там наша гостиница. Уже не видно. И здесь мы поднялись, и это только еще не тот корпус, куда нас заселяли. Наш корпус, вон он там, самый первый, в конце. Совет всем. Сразу лучше заплатите 10 или 20 баксов, не знаю, но заселитесь в главном корпусе. От этого корпуса вам идти далеко до моря, до пляжа, до ресторана, в общем, до всего далеко. Поэтому лучше переплатить немного, но вы останетесь довольны. Здесь есть бассейн у них, но здесь никого нет, потому что бассейны у них не обогреваются, и все купаются в море. Море теплое, бассейны холодные. И вон там тот самый корпус. Он еще дальше-дальше идет. Мы туда, наверное, не пойдем. Здесь первая линия уже наша. Бассейны без обогрева. В это время сейчас в них никто не купает, потому что холодные. Один бар, который дает только напитки, никаких перекусов. Кстати говоря, перекусов здесь вообще нигде нету, в это время, по крайней мере. Только напитки, то немного. Там дальше море. Вот он пляж. Спуск к морю. Не, это я хочу скупаться. Вот надо по таким плавающим пройти, и вот там в конце купаться. На рыбок смотреть с маской. Маску с собой не забудьте, зайка себе ездить. Что, я уже в маске. Здесь я ныряю, сворит рыбок. Спасибо. Здесь я не буду с собой. Спасибо. Там, что яThunder. Всё здесь кажется. Здесь я снова проявил. Здесь я у себя правильно.